Сегодняшняя тема С последствий, с последствиями, повлекшими ухудшение состояния здоровья или инвалидность, с летальным исходом, на какие петербургские больницы больше всего жаловались пациенты в прошлом году, узнайте здесь, при этом, как заверил директор фонда ОМС, штрафы не будут накладываться за выезд на необоснованный вызов, и вообще, не будут драконовскими, поскольку, скорая помощь, с нового года работает в новых условиях, и этот переход не должен быть резким. Новые условия – это переход из бюджетной системы в систему обязательного медицинского страхования, при котором на данный момент поменялся лишь кошелек, из которого финансируется вся служба скорой и неотложной помощи в Петербурге. Ее финансирование на год составляет 3,5 миллиарда рублей, из них почти полмиллиарда, 483 миллиона рублей, страховые медицинские организации уже перечислили в январе и феврале. Как сообщил заместитель директора терфонда Вадим Стажаров, доплаты, которые прежде выплачивались в рамках программы модернизации, начисляются по новым правилам. Доплаты врачам – 5 тысяч рублей, фельдшерам – 3,5 тысяч рублей, медсестрам – 2,5 тысяч рублей впервые распространяются на все отработанные часы, а не одну ставку, как это было в прошлые годы. Причем доплаты получают как «внутренние совместители», так и «внешние», те, кто, например, на полставки работает «скорой», а на полную – в другом медицинском учреждении. Медики должны были их получить уже в феврале, за январь. Как в Петербурге пытаются убедить врачей работать на двух ставках, читайте здесь, по словам Вадима Стажарова, все виды затрат службы «скорой помощи» проиндексированы, в том числе лекарства. Однако введение в практику дорогостоящего тромболизиса, применяющегося на догоспитальном этапе при инфаркте миокарда, пока только обсуждается. По данным городской станции «скорой помощи», в прошлом году он применялся 148 раз и, как уверяют представители Тирфонда, врачи не настаивают на необходимости его использования. Поэтому на этот вид экстренной помощи не разработаны и тарифы. Однако если он потребуется, то за тарифами дело не станет, 15-20 миллионов рублей в общем объеме финансирования, скорой помощи, небольшие деньги, уверен директор фонда Александр Кужель.